Для участия в боевом братстве 2023 в Беларусь прибыли военные из Казахстана. Их встретили в аэропорту Бреста. Совместные учения войск УДКБ будут проходить в нашей стране с 1 по 6 сентября. Отработка маневров запланирована на полигонах и участках местности Брестской, Грогинской и Минской областей. В новом учебном году 11-классники напишут контрольный срез по истории Беларуси. Ранее этот предмет входил в школьную экзаменационную программу, но после внедрения ЦЭА его вернули в перечень испытаний для девятых классов. Кроме того, в ноябре пройдет национальное исследование качества образования. Лесхозы Беларуси предлагают приобрести дом из бруса под ключ по цене от 30 до 100 тысяч рублей. Стоимость зависит от размера и плана конструкции. 12 пилотных проектов проданы, рассматриваются варианты рассрочки или кредит. При этом проценты будут уменьшены на половину от ставки рефинансирования. В Бобруйске районе с начала года зафиксировано более 800 нарушений природоохранного законодательства. В топе – несоблюдение правил парковки у водоемов и выброс мусора в неположенных местах. За последнее грозит штраф до 3700 рублей. В этом году к ответственности привлечены более 30 человек. С 30 августа изменится движение маршрута 15А. При выполнении рейса с отправлением от вокзала в 19.45 для пассажиров организуют заезд на проспект Георгиевский. Кроме того, по средам путь пригородного автобуса Стасевка-Бобруйск будет пролегать через остановки Сок, Дружба и Казакова. Исключаются пункты Силиба, Спадшина, Домонова.